здрасте сегодня решил опять же уходной решил сходить на самую высокую точку судаке в окрестностях гора перчим высота 500 метров не сильно высоко но самая высокая точка судаке погода что-то сами видите у нас вот такая кстати вот сзади меня это перчим гора вот это которая без леса это называться лысая гора идут вокруг виноградные поля так ну и в общем собственно вот лысая гора вот гора перчим окрестности судака который что вообще не понимаю где ты вот виноградники потопали дальше вот такая трубочка через ущелье кота ведет наверх можно было там по хребту подняться но я что сегодня ленивый этот лысая гора сегодня ленивые выбираю самые простые пути какая-то кладка типа моста как будто бы древняя даже вот посмотрим сейчас поближе что это за фигня мости какой-то что не знаю просто какие-то кирпичи положен вот через такой корявый кустарники дух он такой весь мохом порос интересно так смотрится здесь вот когда ливни идут тут мира очень лютый ручей бежит типа даже горная речка такая вот бы такое посмотреть конечно но с безопасного расстояния куда-то не туда повернул залез в такие дебри а я шортиках поэтому тихонечко возвращаюсь на тропку но получается я не хило ошибся потому что вот тропа видимо то внизу идет карта показавшина туда идти в ту сторону либо вверх вас раз двигаться я-то учапал вот туда блин как наводка ступик еще кустики колючие блинский блин вот нету прямо такой тропы ладно убирай телефон ох я даже немножко отчаялся сейчас по таким каракулевым дебрям блудился я хрен больше шортах пойду в незнакомые места все ноги нахрен ободрал и руки весь этих колючках каких-то и нихрена главное не нету выхода и карта ничего не показывал шел шел нашел на тропиночку на такую приличную надо немедленно пресечь отдохнуть но даже камешки никакого подходящего нет или кочечки сейчас найду ну вот нашел местечко где можно отдохнуть такая тропинка но скорее это не тропинка получается просто когда опять же идут дожди ливни там на мыло вот такую тропочку прикольно сейчас покажу на фронтал очку вот сзади меня судак я наконец-то выбросы жопы не ходите никогда шорты в шортах в незнакомых горах вообще в местах по лесу вот так отводится и тут на мыло такие прямо слои породы вымыты вот пошел дальше немножечко поснимаю по ходу еще вот так вот иду так что понимали это тропиночка идет вверх сильно крутая ты кислый берем прикольная да ничего себе мне сейчас вот туда так ничего скорее всего горизонт завален у камеры но не страшно такая живописная вот это может быть такой смотрите вот смотрите ребята специально для похода в горы купился термосок недорогой дешевенький 600 рублей грубо говоря рубах на зоне купил себе чай этот крымский травяной типа из горных трав не знаю насколько правда это начали вкусный и мед крымский купил забыл чё за цветочек такой немножко горчинка мед но мне нравятся такие вот и вот с собой беру сейчас в горы куда кайф конечно вкусно так медок и травки вот это просто сочетание огонь часику глупану и дальше пойду заберусь наверх сижу в траве и пью чай с травой айти поймать конечно ну вот друзья судаке немножечко за солнышко проглядывать но над ним такая туча висит а я опять забрался на гору не до конца конечно вот такое место и тут прямо вот прямо надо мной тучи висит он прям видно как идет плывет это . сзади все это на прикол да намного прохладнее стало на улице на улице на горе на улице то внизу например потеплей что я говорю так вид от первого лица покажу вот прямо облако плывет вот тропинка то на той стороне мне вниз сейчас потом по тропинке наверх посмотрите-ка ребята это вот не подснежники или случайно смотрите как красота не это скорее всего не подснежники но что-то что-то на красивом пока гуляю немножко расскажу я расскажу во первых и сколько я потратил денег за месяц проживания судаке в крыму то бишь вне сезон за месяц я потратил вы будете удивлены мне кажется даже меньше чем в кирове ну во всяком случае не больше я точно также по своей привычке закупаясь продуктами на неделю что для меня это такое крупы макароны но я их почти не ел потому что пока здесь овощи свежие я стараюсь есть и больше овощей 1 свинина стоит не дороже чем у нас а где-то даже дешевле можно найти закупаю на неделю и я не помню точно сколько уходит у меня в неделю денег на еду но тысячи две три не больше точно 3 это когда вот я себя баловать начиная сладостями всякими там тортиками рука аж устала камеру держать так вот мало очень крупы макаронов покупаю пока овощи есть потому что ем салатики там всякие даже вот было просто капустки пошинкую этой копеечное делают то есть овощи сейчас стоят да и фрукты недорого ну да недорого так постоять немножечко вот и на житье ну то есть съем квартиры у меня получаса 20 тысяч в месяц это включено все все счетчики все то есть я просто двадцатку заплатил живу не парюсь это клёво сел опять чайку попить лух хорошо пожулькать чаю на горе так вот я говорю что в целом получается сколь ну смотрите 4 недели по 3000 пускай по максимуму я буду брать это что три на четыре 12000 коррес ним округлим 15 ну я дома трачу не больше двадцати тысяч на еду плюс двадцатка на жилье сколько это получатся в общем трачу столько же примерно как и в кирове причем в кирове когда они работают ну когда мне не рабочее время я не знаю чем себя занять но отходил спортзал ну сейчас что-то пока не небольшая завязка мне со спортзалом вот а здесь в любой непонятной ситуации я могу сходить на море просто посидеть и либо сходить на сами горы потому что здесь зимой как бы снега нет я уже зашел на перчем на гору а с ней идут тропы во все стороны то есть можно гулять неделю ты я себя чувствую здесь очень комфортно мне нравится все сейчас спущу из горы но еще погуляю наверно скорее всего спущу из горы и схожу на море какая бы ни была погода скорее всего искупаюсь потому что сегодня сам бог велел так я немножечко опять всех обманул да и сам как бы обманулся посмотрел сейчас на карту я вот там сейчас оттуда иду вот только что где снимал сам себя это называться гора чубчик а перчем это вот туда немножечко еще то есть пройти меня но тут уже такая полноценно практически дорога идет вот это вот долина такс выглядит вообще офигительно а мне как сейчас вот на гору на эту поднимусь а там вот видно село веселое я вот насколько помню проезжал через него со стороны алушты конечно вот судак там виды такие прямо не очень понравится к долина окруженная горами ну вот я теперь точно на горе перчем на самой маговки я он сейчас оттуда пришел в принципе не так уж и сильно ниже опять же вот судак тучки над нами плавают и вот это я так понимаю зип-лайн который летом кота туристов за деньги так друзья я как и обещал покажу вам сейчас село веселое эту долину прикольную ну вот она мне нравится такая четко смотрите поселок и вокруг горы такие чисто такая долина с полями с виноградными я так понимаю и вот сам поселочек а там церковь золотыми куполами не знаю видно не видно сейчас ну вот так вот ну собственно говоря неизменный чаек хороший тормоз я скажу вам литра ну достаточно на поход какой недалекий поход но если еще прихватить свою водичку то это будет вообще шикарно на данный момент все очень круто все так как должно быть я насмотреться не могу честно слово испускаясь я естественно по другой дороге посмотрим чего мне это будет стоить может быть даже жизни я шел где-то вот там это сейчас просто тупо не захотелось мне наверх подниматься смотрю когда тропинка идет в сторону вроде бы города и поэтому я решил не заморачиваться ты и по ней прям спуститься так вышел вот какой-то штуки что это такое это что-то у нас святое да на иконка вот стоит как-то кладка из камней странная вот нам написано средневековый монастырь ни хрена себе так вот ребята монастырь вот иконки тоже стоят ну что слушать если бы я здесь поднимался то это было гораздо бы сложнее мне кажется тут что-то прям тропа такая она и крутая и вся такая сыпучая и и крутая и сыпучая может это глюк у меня какой-то в голове привет добрый вечер здравствуйте это я на сегодня мой поход почти закончился но завершать я буду больше всего на батарея садится мне все понравилось 15000 шагов это сколько километров километров 8 до свидания до новых встреч ура 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 у у а